Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Мы доберемся до сути и поделимся информацией, как только она у нас появится. Мы интенсивно работаем вместе с нашими европейскими партнерами, как и со странами по всему миру, чтобы удостовериться в том, что на мировом рынке достаточно энергии. Мы значительно увеличили наше производство, равно как и сделали доступным для Европы наш СПГ. Мы стали ведущим поставщиком СПГ в Европу, чтобы помочь восполнить объемы газа и нефти, которые она потеряла из-за российской агрессии на Украине. В конце концов, это также потрясающая возможность, потрясающая возможность раз и навсегда избавиться от зависимости от российской энергии и таким образом лишить Владимира Путина возможности использовать энергоресурсы в качестве оружия, как средство продвижения своих имперских замыслов. Это очень важно и открывает огромные стратегические возможности на ближайшие годы. Посмотрите, взорвали их, как хорошо теперь заживем. На мой взгляд, ситуация с подрывом газопровода в Балтийском море выглядит следующим образом. Мы с вами два года испытывали на себе прессинг всех этих глобальных сил, которые издеваются над населением Земли, всеми возможными средствами и силами для того, чтобы достичь своего, знаете, глобалистического характера правления. Об этом говорил и президент России Владимир Путин. Он говорил, что есть глобалистическое государство. Об этом говорила Мария Захарова, специальный представитель МИД России. И она тоже говорила, что такие глубинные государства существуют одно или, может быть, там, не знаю, несколько, два или несколько. И самое главное, что раз они существуют и раз они вот так воспроизводят свое давление на все человечество, как это было с вирусом, с известным, то мы вправе считать, что такое давление реализуется не в одном каком-то мероприятии. Вот была пандемия, не названная, не объявленная, кстати, и вдруг почему-то они больше не давят на народ. Нет. Вот вся ситуация, которая развернулась вокруг Украины, потому что это была действительно специальная операция, которая сначала по первости своей имела задачу защитить русское население в республиках Донбасса. А потом вы все это видели, как набежали со всех стран те люди, которые подчиняются тому самому глубинному государству. И эти люди уже начали эскалацию большой войны и уже практически довели ситуацию до Третьей мировой войны. Вы посмотрите, последнюю неделю перед этим газопроводом фактически с новостей не слазила одна единственная тема. Кто первый и когда именно нанесет ядерные удары, что за этим последует. То есть именно ядерный удар и тема ядерного удара стала основной, на которой все сосредоточились. И если бы не произошла вот эта авария, то не знаю, к чему бы вышла наша сегодняшняя популяция вот в этом столкновении, связанном теперь уже с Украиной. Что в результате произошло за пределами этой специальной операции? Должно было бы просто ограничиться полицейскими мерами, специальными мерами, и ничего там особенного, как говорится, за пределами никуда бы не расползлось. Нет, однако американцы и некоторые европейские страны, они подлили масло в огонь и решили, что им нужно обязательно стать на одну из сторон. Самое главное, что они в этом своем становлении, они подставили свои народы. Но я уже много раз говорил, что это не их народы, потому что ставленники, которые возглавляют эти народы, все из одного и того же государства. Я повторять это не буду, но самое главное, что в итоге пришла ситуация такая, что сейчас начинается октябрь, и в октябре получилась такая штука, что на Украине неразрешенный конфликт никак не могут решить, как это все закончить. Никто, я имею в виду Зеленского и Европу, не хочет идти ни на какие переговоры. К тому же всю Европу запланили руководящие работники в виде женщин, которые не договороспособные в принципе с ними договариваться. Это бесполезно. Я уже много раз говорил, надо брать оглоблю и только ей и договариваться. Так вот, представьте теперь, если существуют определенные силы, которые хоть как-то пытаются влиять на ход вот этой самой эскалации конфликтов и понимают, что сейчас у нас происходит зима, то им, этим силам, необходимо вмешаться каким-то, знаете, кардинальным образом. И вот это вмешательство, вот это вмешательство, оно очень кардинальное, потому что мы еще даже не осознали, я даже смотрю, политологи еще этого не осознали. Они болтают все, ищут тех, кто же это все сделал. И сейчас, после этой аварии газопровода, вся вот эта неуправляемая такая система, она разбилась на несколько этапов. Сосредоточить все свои усилия на том, чтобы либо каким-то образом построить новый газопровод, я понимаю, что это нереально, но в принципе, кто знает, может быть, там можно как-то это все починить, либо каким-то образом нарастить какие-то другие наши же поставки, либо, может быть, еще как-то. И, на мой взгляд, вся вот эта вот террористическая акция, которая состоялась над газопроводом, она как раз направлена на эту ситуацию, чтобы переключить внимание всего мира с Украины на Европу. Европой мы пожертвовать не можем. При всей моей нелюбви к этим женщинам, которые сегодня допустили такую ситуацию на европейском континенте, я все-таки трезво подхожу к этой проблеме и считаю, что нам нужно выручать Европу. И первый шаг, который мы должны сделать, мы, я имею в виду все сообщества, те люди, которые могут повлиять, пусть это будет даже глубинное государство, первое, что должны сделать, это самым жестким методом убрать из всех структур руководства женский элемент. И никогда больше не допускать никаких трасс. Вы посмотрите, она месяц всего пробыла в кресле премьер-министра, и каким бы там этот Борис Джонсон не был чудным, но вот эта женщина один месяц пробыла, и все разрушила полностью экономику этой великой английской страны. Понимаете, женщины не способны на такие вещи, у них цели другие, у них совершенно другое предназначение, не надо их грузить различными тяжелыми вещами, потому что организм женщины не для этого, создан не для этого. Вот это первое, что нужно сделать. А второе, нам нужно все-таки сесть за стол переговоров, отрубить украинские события, сказать, что все, вот повоевали там лето, весну, забыли об этом, давайте все-таки каким-то образом Европу спасать, но при условии, что там больше в руководстве не будет ни теток, ни ближневосточных дядек, и что все народы, которые существуют и находятся в Европе, они будут проводить только свою политику, и больше не будут подчиняться никаким магистрам и различным наставленникам, которые могли бы или приезжают к ним из других структур, в том числе из Израиля, из США, ну и из других необрезанных стран. Субтитры создавал DimaTorzok